Святитель Иоанн Златоуст Худо не делать доброго в самом начале, но еще большего осуждения. Достоин тот, кто и после не исправляется. Это особенно делает многих нечестивыми. Я даже и теперь вижу, как то же самое случается с некоторыми по причине крайнего их жестокосердия. Но пусть никто не будет таким бесчувственным, и если бы даже кто впал в величайшее нечестие, пусть и тогда не отчаивается в своем исправлении, легко выйти из самой глубокой бездны нечестия. Или вы не слыхали, как одна блудница, превосходившая всех своим распутством, после превзошла всех благочестием? Не о евангельской блуднице я говорю, но о той, которая на нашем веку была в финикийском городе, самым беззаконным. Эта блудница была некогда и у нас. Считалась первую актрисою в театре, и имя ее повсюду было известно и не в нашем только городе, но даже у киликийцев и каппадокин. Она многих разорила, многих пустила сиротами, многие даже подозревали ее в чародействе, будто она завлекала в свои сети не только красотою телесную, но и колдовством. Эта блудница прельстила даже брата-царицы. Так велика была ее сила. Но вдруг, не знаю каким образом, только знаю верно, она добровольно переменилась, привлекла на себя благодать Божию, презрела все прежнее и, бросив дьявольское очарование, прибегла к небу. И хотя не было никого бесстыднее ее, когда она была на сцене, однако после она многих превзошла своим великим целомутрием, и, одетая во вретище, она подвязалась так всю свою жизнь. И когда начальник города по наущению некоторых людей хотел возвратить ее на сцену, то посланные им воины с оружием не могли привезти ее назад и взять от дев, которые приняли ее к себе. Удостоенная неизреченных тайн, явив ревность достойную благодати, она кончила жизнь, омытая от всех грехов, и после крещения являла уже великое благочестие. Она даже не хотела взглянуть на прежних своих приятелей, приходивших к ней, и, заключившись в уединении, многие годы провела как бы в темнице. Так первые будут последними, и последние первыми. Так нам нужно быть всегда ревностными, и тогда ничто не воспрепятствует сделаться нам великими и дивными.